здравствуйте меня зовут татьяна и рад приветствовать вас на своем канале хочу сегодня показать свой новый проект который назвала роза в серой дымке ой я оставлю ссылку на видео где показывала покупки спортивной пряжи это кто не видел и обращаясь с тем кто видел и новеньким я связала розовый джемпер ссылку на которой оставлю у меня осталось несколько моточков и всякие непотребности можно было смотать моточки конечно можно но не нужно затем я связала жилеточку где комбинировала вот этот цвет он у меня тоже уже в таком маленечко помучила и всякие непотребности и еще у меня остался нетронутый красавец вот такой цвет спортивки я и докупала и отдавала опять докупала но все-таки решила стартовать 500 грамм кило то есть основной цвет у меня именно вот этот несмотря на то что называется серый этот серый меланш но я в покупке говорю и номера и как они называются вот для меня это дымка я не знаю почему такая дымка туманная конечно нужно было углубоваться и добавить справедливости ради надо сказать что мне идет больше вот этот цвет но этот цвет уже у меня отработал свое но выступит помощником в новом проекте и так что я задумала я уже давно хотела и говорила что эти цвета очень сочетаются я это увидела сразу как только купила и я видел сочетание вот этих двух цветов такая нежная сена вкуснятина ну раз уж прикупила этот как-то надо все это значит обыграть как я вижу полочку пока вижу смутно в тумане в дымке серой хочу сочетать полоски и вот так вся полочка и пойдет на сочетание этих цветов я пока не вижу ширину полосочки поэтому наверное не начала с полочки вторую полочку я вижу или абсолютно такую же одинаковую или или насколько хватит допустим пряжи у меня вот это я свяжу вниз это как бы поле будет потом большую часть вверх полочки пойдет вот этот свет затем как-то может быть прорастать будут стебельки этим же цветом они что-то сливаются пока в моточке видно одинаково и вот такие цветочки где-то будут возможно так то есть одна полочка правой допустим полосатая левая какая-то такая земля небо цветы но это пока я говорю от меня ждать чего-то определенного не приходится поэтому я пока полочки у меня зреют в голове начала я со спинки вот ее красавицу я вижу очень очень четко спинка не вылезают меня целиком по ширине поэтому буду показывать одну вторую спинке и так как видно несколько рядочков а именно три провязана абсолютно бабушкиными петлями резиночки один на один это чтобы не загибалась лицевая гладь дальше пошла лицевая гладь с такими ну заплаточками или вкраплениями я не знаю как это рисунком примерно 8 на 8 10 на 10 будут у меня квадратики которые будут составлять представлять из себя различные вязки то есть на фоне лицевой глазе абсолютно обычно лицевой глади у меня будут квадратики вот например квадратик из думает они скажите люди правильно английской резинки вы помните что я наоборот как-то на английской резинки мы вязали заплаточки такие квадратики из платочной вязки а кстати из платочной вязки надеюсь квадрата тоже будут я оставлю ссылку для тех кто так сказать не видел этот шарфик когда на фоне именно английской резинки мы вяжем квадратики из платочки смотрится очень оригинальный не только на шарфульках а в любом месте вот здесь вот заплаточка из квадратик это сказать квадратик из-за путанки или риса ну и пока у меня тут тоже вот еще один квадратик причем они не должны быть совершенно одинаковые то могут быть петли больше не в ширину петли будет меньше не имеет значения и вот этот квадратик он очень напоминает вот этот что я хочу когда спинка будет связано связано будет именно так что в абсолютно произвольном порядке здесь будут такие квадраты всем вот назовем рисунок у спинки я не знаю правда я пока сейчас это казалось бы я вижу спинку четко да что я видела в спинке а сейчас уже прилетел новые идеи давайте я про новую идею расскажу на опять же улетит а про то что я видел я успею проект квадратик я точно расскажу а это только сейчас может быть можно будет вышить и как-то эту заплаточку обозначить да прям вот теряется нет 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 все забыли про это едем дальше и так вот такие квадратики будут разбросаны по всей спинке то есть вот справа есть вот уже он слева есть и будет он где-то скоро в центре опять справа слева и так далее то есть вот эти квадратики они будут жить своей жизнью они меня интересовать потом не будут а вот эти квадратики это не что иное как окошечко что ли для той самой розы которая вот будет в серой дыньке то есть я возьму вот эти ниточки опять вру мама возьмет мои вот эти ниточки и вышлет мне розы рококо я тоже оставлю ссылку на видео где она мне старинку кофточку превращает в новенькую этими розочками сейчас я вот значит я делаю я свой непотребный моточек делаю еще более непотребным я стыду своему руку кошки вышивать не умею большой взяла да в общем здесь будет такая маленькая красивая миниатюр ненькая розочка в самом центре это розочка включите пожалуйста воображение это не абракадабра а розочка и может быть листочки надо с мамой посоветоваться вот этой этим темным так сказать это такая усиление дымки подожди мой родной сейчас покормлю вот здесь будут листочки они все равно будут заметны это пока вот как-то ниточку 1 берешь она теряется в общем и целом немножечко цвет другой и это заметно когда может быть двойной ниточкой сделаешь то есть вот именно в этих окошечках окошечка такого плана будут розочки находиться вот здесь 1 до включайте воображение вот здесь уже одна розочка не все портит вот такого плана будут раскиданы может быть 5 может быть 7 розочек я не знаю потому что я еще не сориентировался мне очень трудно сориентироваться когда матки вот такого плана до сколько целых мотков у меня осталось а вот вот в таких я еще пока не сообразила но я не думаю что это будет очень длинная ковтенка я просто так подумала джемпирог то есть с рукавами без пуговиц у меня есть жилеточка без рукавов но с пуговиц у меня есть мне очень хочется создать что-то с рукавами и если не с пуговицами то в общем с левой и правой полочкой вот именно это я и создам какие я вязочки в голову так сказать мне придут такие я их на спинке буду воплощать разные-разные квадратики не забывая вот об этих их должно быть нечетное количество ты говорили 5 или 7 я так пока планирую 5 7 и такая какая будет я покажу я говорю даже не люди как-то такой-то длины мне кофта нужно да у меня как ушло так брелой куда придет и хорошо и когда у меня будет готова спиночка я начну вязать полочки а мама будет вышивать розочки такие вот мы в четыре руки будем играть эту композицию вот и если одну я полку точно вижу я уже сказал это будет просто сочетание вот этих двух цветов это будет одна полочка но вторую полочку я пока не вижу возможно быть просто однотонной возможно будут полоски просто другой ширины другого плана пока не знаю но хорошо хоть пока спинку одну полочку вижу да там они подтянут в общем-то за собой все остальное и как-то я крутила вертела как это все назвать и вот лучше как розочка в серой дымке я пока назвать не могу а без названия вы как уже знаете да я не умею мне не нужны если кому-то чисто вот технически интересно да потому что несмотря там то что у нас плотность вязания разное так далее я взяла спицы номер два с половиной рекомендуют у этой пряжицы спицы номер три 1 прямо рекомендация обычно какой-то диапазон от таков до таков то здесь вот и я вчера вечером когда начала вязать троечкой спицы меня сломались я только подумала можно был не тройка нормально вот по мою плотность нормально я только подумал что можно было взять два с половиной так на троечка сломалась мне пришло слава богу немножко распустить и перевязать думаю это знак а я конечно могла сегодня купить но вы знаете вязальщи меня поймут вечер для вязавщицы этом не за целые вечность поэтому пропускать но не было больше тройки от раз половинок даже сломать у меня еще есть поэтому я взяла без всяких образцов я себя уже немножко знаю я честно говоря посчитала на розовый что и прибавила убавила я набрала 150 петель это не значит нужно столько же вы конечно сбежите образцы но я так вот себя потом обхватила все у меня вот нормально если после стирки там куда-то это я же куда хочу туда и поведу и могу вверх могу в ширину вот такая простенькая пока задумка но где моя роза то вот простенькая да не простенькая я вижу эту вещь на себе а это достаточно вполне достаточно чтобы мне стартовать когда я вечно себе вижу мне этого достаточно тем более она как-то подходит вливается под мои вещички которые имеются а это тоже немаловажно 150 сказала то есть где-то в районе 70 с чем-то будут полочки но это пока ориентировочно это я просто сколько моточков туда сколько суда сколько идет понятия не имею все буду по ходу мне нужно сориентироваться своих вот этих безобразных еще остатках я тоже все это хочу но не пик-пик я не люблю вязать когда вот у меня прям последний метр уходит нет это не мое я люблю чтобы осталось я могу еще связать и пинеточки носочки и что угодно вот так что вот так вы можете спросить а что сам пледом палантиновичем дело в том что заказчица не решила что это будет в итоге все-таки плед или палантин если это будет плед то она хочет бахрому и или не хочет бахрому она взяла подумать несколько дней люди долго думают я так столько простаивать не умею поэтому я вот пока еще еще так сказать есть время я не теряю его зря и взялась за следующий проект потом я его отложу движу или плед или палантин потому что мне нравится больше палантином вот она название мое прочитала в ролике и загорелась пледом хотя до этого речь шла только о палантине в общем как-то умею я людей с пути истинного сшибать свар как это вот ну что спасибо огромное всем за внимание все буду показывать что будет получаться моя розочка в дымке мне очень очень так серый дым китания в серый дымке очень нравится надеюсь она нравится вам а вы заметили что я уже два цветочка типа вышла да вот надеюсь она нравится и вам буду все показывать хочу такую простецкую вещицу но от которой глаз не оторвать огромное спасибо за внимание всем всего самого доброго вяжите и пусть вам нравится то что получается umes кое-что